В честь Дня строителя губернатор Югры Наталья Комарова заложила капсулу времени с посланием будущим поколениям. Этим жестом глава округа дала старт строительству окружного лицея информационных технологий в Ханты-Мансийске. Подобное мероприятие в этот же день состоялось еще в трех муниципалитетах Югры, Сургут в их числе. В нашем городе глава Андрей Филатов заложил послание в будущее на территории строящейся школы в 20-м Амикрорайоне. Таким же образом, старт начала работ по возведению образовательных организаций дали еще в Белом Яру и Урае. Суммарно в четырех учреждениях будут учиться почти 4000 детей. Капсулы времени наши потомки откроют через 50 лет. 1 сентября 2073. Какие пожелания будущим поколениям были оставлены и когда откроется школа в 20-м Амикрорайоне Сургута, знает Мария Ливаня. Привет в будущее. В Югре в четырех разных муниципалитетах одновременно заложили капсулы времени. Послание на десятилетия разместили в камнях на стройплощадках образовательных учреждений в Сургуте, Сургутском районе, Хантамансийске и Урае. Мероприятие приурочили ко дню строителя. Дорогие земляки, мы, югорчане, из 2023 года надеемся, что вы совершили важные открытия. Создаем фундамент для ваших будущих успехов. Инновационный научно-технологический центр Юнити Парк, особую экономическую зону в Нягоди, инфраструктуру для производства беспилотных летательных аппаратов, центры цифрового образования, IT-куб, школьные кванториумы, школы программирования, креативных индустрий, образовательно-производственный класс, профессионалитет, технологии и оборудование для работы с трудноизвлекаемыми запасами нефти. В Сургуте капсулу времени, что потомки должны будут открыть через 50 лет, заложили на строительной площадке школы в микрорайоне 20А за жилым комплексом за ручьем. Капсулу времени закладывают глава города Сургута Андрей Сергеевич Филатов, учащаяся 11 класса гимназии имени Фармана Курбановича Салманова Марина Винокурова, помилитель всероссийских научно-практических конференций и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью школа Богдан Валерьевич Токмаджан. Послание от земляков сургутян адресовано тем, кто в 2073 году станут известными учеными, врачами, уважаемыми педагогами, выдающимися инженерами и строителями, заслуженными мастерами. Будущее за молодежью той, что через несколько лет только пойдет в школы, в том числе, которая возводится в 20А микрорайоне, и той, что сейчас открывает себе двери во взрослый мир. Как отметила губернатор Наталья Комарова, их участие в закладке капсулы времени важно, ведь именно они через 50 лет смогут оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Мы очень рады, что она открытая, публичная, и такое большое количество людей, в том числе детей, подтвердят, что да, это было. И да, мы так решили. Для меня это очень ценный момент, потому что такое бывает не каждый день, это очень редко. И, мне кажется, значим вот именно в эмоциональной части. Вот я надеюсь, эти люди будут верить в себя, и до них дойдут посыл нашего времени. Им нужно достигать своих целей, потому что так как это все связано с образованием и связано с достижением высот, они не должны бояться каких-то внешних факторов и всегда идти вперед. Новую школу на полторы тысячи учеников, в основании которой легла капсула времени, возводят по концессионному соглашению. Объем инвестиций более двух с половиной миллиардов рублей. Это по программе концессия, где застройщик вкладывает свои деньги, на этапах реализации мы финансируем, и потом в пределах определенного времени, около семи лет, будет еще содержать и обслуживать школу, чтобы выполнять все гарантийные обязательства. Это инструмент новый для Сургута, в связи с тем, что только одна школа у нас уже действует по концессии. Конечно же, были вопросы, но получается уже все детали доработать, и я надеюсь, что все проще и проще будет применять этот подход. По проекту в здании будут малые и большие спортивные залы, стрелковые тиры, 25-метровый бассейн. Генеральный подрядчик проекта – сургутский застройщик ДСК-1, который ранее возвел в этом микрорайоне свой жилой комплекс. Как отметил глава Сургута, это вселяет дополнительную уверенность, ведь компания, по сути, строит школу для жителей своих же домов. Этот микрорайон застраиван уже с 2013 года, первый дом был возведен в 2013 году, и это такое красивое окончание истории этого микрорайона. Многие дети, которые выросли за время, как мы строили дома, смогут обрести место, где они будут развиваться, где будут становиться лучше, где будут получать необходимые знания и навыки для того, чтобы развивать нашу страну. По планам застройщика, новую четырехэтажную школу площадью 32 тысячи квадратных метров сдадут в конце декабря следующего года. Работы на объекте уже ведутся. Предполагается, что в 2025 году образовательная организация распахнет двери для юных сургутян. А вот капсулу времени откроют через 50 лет, 1 сентября 2073 года. Тогда в первые классы пойдут дети, рожденные в 66 году. Это теоретические внуки и правнуки наших современников. Каким будет сургут спустя полвека, остается только прогнозировать и мечтать. Мы все будем делать для того, чтобы он оставался сильным и развивающимся городом. И сегодня вы сами это видите. Город самодостаточный, это экономически сильный город, с сильными людьми, заинтересованными людьми, которые хотят именно здесь жить. И мы пытаемся все сделать для того, чтобы это сургут становился городом для жизни, для своей судьбы. Как для себя лично, так и для наших детей. Поэтому у нас, надеюсь, постарается, получится реализовать такие мечты. Сургут уже давно нельзя назвать вахтовым городком. Это экономическая столица нашего региона, место активного развития предпринимательства, творчества, науки. Дополнительным шагом к тому, чтобы заявить о себе не только как о нефтедобывающем городе, станет появление научно-технологического центра. Юнити-парк, предполагается, будет местом объединения всего научного потенциала Уральского федерального округа. Мария Ливанян, Даниил Панков, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова